Уважаемый Владимир Владимирович, я Гомою Новоселиванович, председатель Совета дикторов акционерного общества Кучуксульфат, Алтайский край, Моногород, Степное озеро. Обращаюсь к вам по поводу того, что в отношении Кучуксульфат происходит пятилетнее противоправное рейдерское давление с участием отдельных чиновников, в том числе федерального уровня, структур, занимающихся профессионально поглощением недружественным рейдерскими операциями. В настоящее время в условиях давления на Россию, на экономику, в связи с защитой русских на Донбассе, в связи с обеспечением безопасности страны, нашей армии, подобные действия, то, что происходит с Кучуксульфат, я расцениваю и мои коллеги, партнеры, акционеры, как предательство интересов страны, как враждебные действия по отношению к отечественному бизнесу. Вопреки вашим усилиям по решениям по поддержке бизнеса в России, экономике России, соответственно, это людям. Кучуксульфат – это бюджеты и градообразующие предприятия. Мы обеспечим теплом и электричеством Моногород. Работающих 1251 человек. Приватизация проведена в 1991-1993 годах трудовым коллективом. Акционерами стали 1693 члены трудового коллектива. Приватизация прошла в соответствии с законом, полномочными органами, последовавшими проверками прокуратуры в 1990-х годах. Это все подтверждается архивными документами в соответствии с абсолютно действующим законодательством того времени. В 1998 году предприятие утратило объемы в три раза по отношению к советских времен. Работали всего лишь 3-4 дня в неделю коллектив. Одна треть находилась на тарифе, дома сидела, и предприятие неуклонно шло к банкротству. И вот в 1999 году, с 1999 года действующие акционеры на свободном вторичном рынке выкупили у трудового коллектива акции общества. В настоящее время, с учетом наследников, 38 акционеров. До 2021 года нами инвестировано 14 миллиардов. Мощность наращена по сравнению с советским временем в два раза. Продажи увеличили в шесть раз. Производительность труда увеличили в пять раз. Это то, что вы требовали от бизнеса. Сделать его через повышение производительности труда более конкурентоспособным выходить на мировые рынки. Экспорт мы увеличили с нуля до 40% за это время. Налоги увеличили с 40 миллионов до миллиарда 700 вместе с социальными выплатами. Заработная плата на сегодня 56 тысяч в среднем на заводе. При среднем по Алтайскому краю 30 тысяч. В социальную среду, в основном моногород свой, мы вложили сотни миллионов рублей. И будучи в моногороде, герой России, председатель комитета по безопасности в то время Госдумы генерал Шаманов отмечал, что это в России пример для подражания частного государственного партнерства между Кучуксульфатом, администрацией Моногорода и администрацией Благовещенского района. И об этом есть материалы в Комсомольской правде от 17 сентября 2021 года. Предприятие семь раз становилось лучшим социально ответственным предприятием Алтайского края. Кучуксульфат – это самый яркий пример достижения целей приватизации. Это повышение эффективности производства, развитие, развитие на этом фоне социальной среды, зарплата, социальные ощущения коллектива и моногорода, населения. До 17-го года Кучуксульфат развивался во всех направлениях. Все росло и продажи, и налоги, и социальная среда. Мы стали очень интересны в этом плане, очевидно, лицам, которые ведут бизнес нецивилизованно. И начались мероприятия, известные в этом плане, те, которые проводят данные структуры в механизмах своих. Это вброс клеветы в 40-50 сайтов, где в основном звучали цифры. Миллиард экологии мы ущерб допустили, миллиард в офшоры выявили, миллиарды недрам допустили ущерба и так далее. И вот на основе этой клеветы последовали заявления статусных лиц, как бывший депутат Госдумы Драчеву, как профессор Кричевский, жители Москвы, несколько псевдоэкологов, за которыми пристава гоняются, потому что они сами должны государству, ну вдруг обеспокоились судьбой Кучуксульфата. Это члены общественного совета Минприроды. И вот, вероятно, ввели в заблуждение правоохранительные органы заинтересанты, в том числе замгенерального прокурора Буксмана, который в 2020 году вынес требование Роспреднадзор о проверке Кучуксульфата. И это требование включало со стороны Роспреднадзор около 80 пунктов, по которым нужно было проверить. Хотя в 2017 году Роспреднадзор проверял и не было вообще нарушений Кучуксульфата. Обрушились проверки. 10 ведомств нас с 2017 года проверяло, 80 проверок. Только за последний год 300 запросов пришло. У нас было юристов три штатных, сейчас 12 юристов, чтобы обработать эти все запросы, обработать эти механизмы ответов, которые с нас требуют все эти ведомства. И вот на сегодня ноль результата от всего этого воздействия. Никаких нарушений на Кучуксульфате никто не нашел. Значит, нацеленность всех этих проверок была сделать предприятие банкротом через налоги или приостановка лицензии рассматривали вопрос, приостановка деятельности по экологии рассматривался вопрос. Значит, на сегодня ничего этого не добились заинтересанты. Решение налоговой инспекции, отсутствие нарушений налоговых. Роспроводнадзор в суде, все нарушения, которые были указаны и опубличены, к тому же, признаны судом незаконными, кроме 99%. Остальные все мы по ходу практически исправили. И вот в процессе 2017 года под это административное давление на нас всегда выходили, на меня лично, на акционеров выходили заинтересанты, которые требовали передать активы под административное давление. Угрожали отзывом лицензии, остановкой предприятия, перешли к угрозам физической расправы, в том числе в мой адрес. Следственным комитетом возбуждалось уголовное дело по 179 часть 2, значит, принуждение к сделке под угрозой физической расправы. Я под госзащитой находился несколько месяцев. Моя семья и дети находились под госзащитой. Мы обратились в следственные комитеты, к Александру Бастрыкину, по поводу рейдерских противоправных мероприятий многолетних. Результат на сегодня нам пока неизвестен, но нам нас известили, что доследственная проверка идет, ведет следователь по ЗИО. Значит, когда не было достигнуто заинтересантами никаких целей в отношении кучуксульфата, ничего не было, ни одного нарушения было не найдено, ни штрафы директора, ни штрафы предприятия, ни уголовное дело, вообще ничего. Начались проверки прокуратуры, как кучуксульфат, на каком основании владеть землей. Землю выделил нам Сталин, Минхенпром, СССР для строительства завода 65 лет назад. Начались запросы по проверке приватизации. Прокуратура ходила по дворам, опрашивали дедушек, бабушек, кто 30 лет назад приватизировал предприятие. На эту тему запросы начались в другие ведомства. И вот, вероятно, введенные опять в заблуждение заинтересантами, прокуратура подала иск в октябре 2021 года о изъятии из чужого незаконного владения, то есть у нас, у действующих акционеров, якобы ввиду того, что приватизация проведена незаконно 30 лет назад трудовым коллективом. Мы не имели отношения к приватизации, тем более она проведена совершенно законно. И именно изъятие того завода, который сейчас стал, сколько он сейчас стоит, не того, который стоил миллиард, у нас есть оценка, а который стоит сейчас 14 миллиардов, этот завод, по заявлению прокурорских представителей в суде, звучит, нужно забрать у действующих акционеров. 95% предприятий в России приватизировалось именно так, как кучуксульфат. Как кучуксульфат. Следственный комитет проводил проверку по приватизации кучуксульфата. Пять раз уже прокуратура отменяет решение, потому что следственный комитет выносит решение об отсутствии события преступления, и другого там быть не может по фактической стороне вопроса. И архивы однозначно и убедительно говорят об этом, те, которые мы получили законном порядке из центральных архивов, из архивов Алтайского края. В итоге этого давления чего добили за интересанты? Это ущерба кучуксульфату, бюджету, ущерба стране. Ввиду репутационных издержек, которые понес кучуксульфат, опубличивание негативных процессов, в том числе незаконных проверок. Результаты проверки испытывали на себе контрагенты. Это не добавляет их уверенности в сотрудничестве с нами. В итоге объемы производства кучуксульфата упали на 30% с 2017 года до настоящего времени. Бюджеты потеряли сотни миллионов рублей. Краевой, районный, моногород, федеральный. Моногород вообще испытывает социальные проблемы. И с водой сейчас районный бюджет на себя эту ситуацию взял. С апреля вообще дефицит бюджета моногорода будет. А это был самый богатый моногород, он датировал краевой бюджет. Естественно, люди, беспокоясь за свое благополучие, уже несколько митингов профсоюз собирал по поводу неправильного противоправного давления и как оно отражается на социальной сфере и на благополучие жителей моногорода и района. И вот иск прокуратуры, он очень самым серьезным образом усугубил ситуацию для кучуксульфата по всем этим аспектам. В настоящее время в условиях давления внешнего на нашу страну экспорт кучуксульфата уменьшился еще на 10% ввиду того, что мы не можем железнодорожные поставки осуществлять в Восточную Европу через Украину, в том числе на Украину. Через порты тоже определенно есть ограничения сложности с контейнерами и перевозками. Ограничения в банковской сфере, естественно, каким-то образом тоже, наверное, доставят нам сложности на экспортном направлении. И, вероятно, достаточно серьезным проблемам могут привести на данных направлениях экспорта. Но мы даже в этих условиях не допустим сокращения коллектива кучуксульфат. Мы не уменьшим заработную плату в 2022 году, а более-то увеличим ее по отношению к 2021 году. Мы не уменьшим соцпакет для работников предприятия. Тем более у нас колдогер лучше в Алтайском крае. Это говорят все проверяющие, которые сталкивались с данными документами. Мы не допустим социальной напряженности. Мы 7 раз становились лучшим социально ответственным предприятием, работодателем Алтайского края. И мы будем этот статус поддерживать. Уважаемый Владимир Владимирович, мы никогда не просили акционеры и руководства помощи у государства за все 20 лет. В том числе льготные инвестирования, какие-то иные поддержки. Мы инвестировали 14 миллиардов в производство, своих денег, которые зарабатывали. В том числе и сейчас мы запускаем ТЭЦ стоимостью 4 миллиарда инвестиций своих. Это крупнейший энергетический объект средний за последние 10 лет в Сибири. И он не только для производства, он и для безопасности моногорода. Для людей этот объект нужен. И сейчас одна просьба, Владимир Владимирович, чтобы нам просто не мешали. Мы найдем варианты стабильности при любом раскладе, как и находили варианты, когда завод был на стадии банкротства. И мы привели его к таким высотам в развитии, экономическим и финансовым. И тот беспредел в отношении кочек сульфат, который творится 5 лет, особенно сейчас. Это просто мы расцениваем как враждебные действия в нынешних условиях. Против законопослушного, экономически эффективного, социально ориентированного, ответственного бизнеса и акционеров. Находящийся вместе со своей страной под ударом внешних сил. Это вот на мой взгляд, на мой взгляд и на взгляд моих партнеров, сродни предательству интересов Родины. Ну так просто не должно быть, особенно в нынешних условиях. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас от лица коллектива, акционеров, а также по просьбе главы Моногорода Воробьевой Ольги Александровны, главы администрации Балайческого района Гинс Андрея Турыча, обратить внимание на вопиющую несправедливость, беспрецедентное противоправное давление на кочек сульфат, в то время, когда вы, правительство, делаете все возможное для поддержки бизнеса в стране, для поддержки социальной стабильности в стране и в конечном итоге людей. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам за возможное внимание к нашим проблемам, с глубоким уважением к вам и надеждой. Председатель Совета Великого Кучек Сульфат Гомарина Васильевна Иванович.